По сообщениям представителей коммунальных служб, на истекшей неделе чрезвычайных ситуаций не было. Сотрудники занимались плановыми работами. Было несколько засоров инвестиционных систем, успешно справились с этими авариями. В настоящее время проводим проверку чердаков подвалов на предмет закрытия дверей, чтобы нам предписывать закон и в преддверии предстоящих праздников. На праздниках значительное количество людей будет работать, в МОБ ЖКХ по завершению тех работ, которые не успели в этом году доделать, под скучным ремонтом. Заместитель руководителя администрации Виктор Донец доложил о разработке комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения в период проведения новогодних праздников. В том числе он рассказал об официально отведенных местах для запуска фейерверков с 1 по 3 класс опасности. В АБ это поле за концертным залом «Молодость». В открытой территории между гостиницей и зданием МОБ ЖКХ. Третий участок будет находиться через дорогу от ЦКР между улицей Грузовой и Пешеходным тротуаром. В ближайшее время в этих местах появятся специальные указатели. Директор благоустройства Оксана Якушева сообщила сразу о нескольких случаях вандализма. На прошедшей неделе был разбит фартук, ограждение городской ели. Оторвана гирлянда, расположенная у больницы. А в пятницу неизвестные отключили иллюминацию в сквере молодых мам. Большая просьба, наверное, к родителям, потому что это делают не взрослые, а все-таки, наверное, дети. Как-то немножко объяснить людям о том, что детям своим, о том, что мы делаем красоту для людей, а не для того, чтобы все это портилось. Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи Оксана Лебедева рассказала о мероприятиях, приуроченных к Новому году, которые уже состоялись, и о тех, что намечены на ближайшее время. Исполняющая обязанности начальника отдела образования Татьяна Кулаткина сообщила о победах пущинских ребят. На прошлой неделе стали известны победители в итоге Всероссийского творческого конкурса «Золотые краски осени». Воспитанники детского сада номер 7 «Семицветик» Волкова Виктория Калев-Килир получили дипломы за первое место диплом победителей. А также еще Кузьмина Павлия, тоже, кстати, педагог Дарусина Людмила Владимировна. Ребята из военно-патриотического клуба «Честь» «Дюдс Радуга» завоевали третье место в межрегиональном турнире – Кубок памяти павших бойцов спецназа. Руководитель отдела социальной защиты населения Александра Мещерякова сообщила о том, что полностью завершена установка автономных домовых пожарных извещателей в квартирах многодетных семей и одиноких пожилых людей.